Всем привет! С вами я Виолетта и в этом видео я хочу вам показать свои новые раскраски антистресс, которые я привезла из Испании. В Испанию мы ездили этим летом, 2018, и там я купила целых 14 раскрасок. На самом деле это очень много, даже для меня я не ожидала, что за один отпуск у меня появится столько раскрасок. Серьезно. Начнем... Ну, я начну показывать в хронологическом порядке. И первое это вот такая вот серия раскрасок. Там какие-то переводятся как что-то там с узорами. Здесь геометрические узоры. Геометрические узоры для раскрашивания, по-моему. Вот, их три. И потом узоры с цветами. Вот, сейчас вам поподробнее покажу. Красок одинаковые, и у следующих трех они одинаковые. Отличаются цветом обложки, ну и картинками. Стоили евро 95, то есть примерно где-то 150 рублей. Покупала я их в супермаркете Микеланджело. Но если вдруг кто-то будет в Испании, ну вот, можете посмотреть. Вот такую картинку я раскрасила уже там в отпуске. Бумага, кстати, неплохая. Это фломастеры Ашан. Они у меня много где просвечивают. Довольно едкие фломастеры. А это фломастеры, которые я купила там же в Испании. И вот они здесь не просвечивают. Обязательно будут видео о покупке канцелярии из Испании. Так что ждите, скоро на моем канале выйдет. Значит, такая. А, я вам остальные картинки не показала. Вот, здесь с геометрическими узорами. Не знаю, я такое люблю, поэтому мне в самый раз. Дальше голубенькая обложечка. Ну, здесь, собственно говоря, все то же самое. Только некоторые узоры есть смысловые. То есть, там была девочка или фея. Здесь дерево. Рыбки там где-то были. Вот еще дерево. Маски. То есть, ну, такое. Дальше опять узоры. Только здесь, по-моему, обычные узоры. Как в первой раскраске. Вот это, кстати, у меня ассоциируется с подарками. Не знаю. Ну, как-то вот. Так, мимохода вам показываю. Обзоры будут когда-нибудь на канале. Так что, если вам интересно, то можете написать. И я сниму. Здесь с цветами у меня одна работа сделана. Это испанские фломастеры. Я просто фирму их не помню. Но я имею в виду, что в Испании их купила. И две другие у меня тоже не начаты еще. Здесь уже цветочки. По-моему, вот эта картинка повторяется. Предыдущие еще раскраски она есть. Я посмотрела. Вроде бы иллюстрации разные. Если они будут одинаковые, то я обязательно кому-нибудь передарю. Так как у меня есть подруги, которые увлекаются раскрасками. Вот. Ну и из Испании почему бы и нет. Ну, конечно, вилу была бы не вилу, если бы не скупила всю серию. Вот. И да, ребят, я буду говорить цены в этом видео. Но, пожалуйста, не надо говорить, что... Ой, ты столько денег потратила. Зачем? Ой, так дорого. Не надо было тратить. Ребят, я копила почти весь год. На отпуск. Ну, чтобы взять с собой деньги. И купить там канцелярию, купить там раскраски. Неважно, сколько они стоят. На память. Все, что мне понравилось, я купила. Вот. Ну, это такие стоковые раскрасочки. А дальше будет уже кое-что поинтереснее. Раскраской серии я люблю раскрашивать. Здесь я люблю раскрашивать узоры или фигуры. Вот. Она, в отличие от наших русских, прошита. А еще она немного меньше. Я думала, она, наоборот, побольше. Но нет, она меньше. И также немного потолще. Но мне кажется, это из-за того, что она прошита. И, возможно, листы немного под ней. Но в этом я не уверена. Еще не раскрашивала. Похоже на... Я люблю раскрашивать. Вот. Но рисунки другие. Я сравнивала. Если бы там были еще раскрасочки из этой серии, я бы, наверное, купила еще. Но там были только я люблю раскрашивать как раз-таки. Но зачем она мне нужна, если она у меня есть? Стоила 4,95 в книжном магазине. Да, мы специально ездили в книжный магазин за раскрасками. И получается примерно 350 рублей. Достаточно дорого, но, в принципе, она прошита. И бумага, ну, на ощупь, по крайней мере, плотнее, чем в нашем русском издании за 150, за 200 рублей. Поэтому, ну, я думаю, цена, ну, в принципе, терпимая. Дальше тоже за 4,95. Раскраска по номерам. Раскраска по номерам. Вот. Мне, по-моему, это раскраска серии PixelArt, потому что она вот по обложке такая же. Единственное, что в этом издании она намного больше, чем PixelArt. Это раскраска формата А4. А Pixel, он, по-моему, немного меньше. Вот здесь получаются обычные такие картиночки по номерам. Я, вы знаете, обожаю это дело. И в конце есть вот ответы. Что-то как раз это у вас получится. Ну, понятно, что цвета один в один не подобрать, поэтому получится не совсем такая красота. Но я надеюсь, что все равно красиво. Дальше идут уже большие раскраски. Примерно как Хюгги, Милли Маротто, Джона Бесфорд в мягких обложках. Потому что они там немного поменьше. Вот. Ну, примерно такого формата. Квадратненькие. Первая это раскрасочка Скандинавия. Если на русском. Смотрите, какая тут обложка классная. Цвет мне очень нравится. И вообще, тут картинки, кстати, односторонние. Если вдруг еще кто-то не знает, я просто огромный фанат Скандинавии. Это просто мое все. Поэтому, когда я увидела эту раскраску, я поняла, что мне она супер-пупер нужна. И узоры напоминают мне антистресс для занятых людей. А эту раскраску я так же горячо люблю. Поэтому тут, несомненно, надо было брать. Стоило 13,95. Но это чуть меньше тысячи. То есть где-то 900 рублей, я так думаю. Но я особо не переводила. То есть я просто взяла все, что мне понравилось. На раскраске я потратила много денег, сразу скажу. Но мне не жалко, серьезно. Потому что книги просто превосходные. Дрим. То есть мечта. Ну, может быть, как сон, но, скорее всего, тут именно как мечта. Стоило тоже 13,95. В конце есть такие штучки, которые можно вырезать. Но единственное, я вот этого немножко не поняла. То есть тут картинка, а здесь предлагают вырезать. Ну, не знаю, может быть, не надо вырезать. Может, какие-нибудь пожелания. Не углублялась в этом. Картинки мне тоже очень понравились. И тоже мне немного напомнило, чем-то это Скандинавия. Но не знаю, я просто, наверное, везде уже вижу то, что хочу видеть. Но, смотрите, еда просто. Обожаю. Очень красивая раскраска. Красивое оформление. Все книжки, кстати, прошиты. Смотрите, выглядит, как будто бумага мятая, но это рисунок такой. Я уже испугалась, на самом деле. Вот. Очень много раз встречается эта девушка. Но, в принципе, почему бы и нет. Мне очень понравилась раскраска, поэтому взяла. Это, кстати, любимая раскраска моей мамы из того, что я купила в Испании. Далее идет скрытая природа, по-моему. Она в суперобложке. То есть можно снять. Вот здесь вот такая вот будет. Здесь отступ, чтобы удобнее было раскрывать. И рисунки здесь, конечно, тоже потрясающие. Очень мелкие детальки, но, не знаю, мне очень понравилось. Я люблю, опять-таки, такую рисовку, русалочка вот. Мне кажется, это прям летняя такая раскрасочка. Не знаю. Как-то начинать пока боюсь, что ли. Карандашами здесь, я думаю, не смогу, потому что очень мелкие детали. А фломастерами как-то пока что жалко. Плюс боюсь испортить картинки, потому что они все двухсторонние. Ну вот, наверное, здесь протестирую фломастера, чтобы просвечивали. Безобидно, скажем так. И она уже стоила 12,95. Вот. Ну это где-то 800-900 рублей. В принципе, если у нас заказывать на Азоне зарубежные раскраски, то они тоже будут стоить где-то 800-900 рублей. Поэтому я считаю, что это недорого за иностранные раскраски. Как бы, тем более, провести их из отпуска. Это память, это эмоции. Я помню, как я их выбирала, как покупала. На самом деле, приятные воспоминания. Поэтому мне не жалко, опять-таки повторюсь, потому что я знаю, что многие хотят мне написать то, что зачем потратила столько денег. Могла бы купить какую-нибудь раскраску вот за 2 евро одну, и все, и мне бы хватило. Но, ребят, моя жизнь, делаю, что хочу. И последняя раскраска из книжного магазина. Вот эти 6 книг я купила в книжном. Это «Цветочный год Лейлы Дьюли». Я ее безумно хотела, стоила она, по-моему, 14,96. И это, как раз-таки, тысяча рублей. На зоне она стоит 1800 или 1900. Ну, в общем, почти две. Я думаю, многие из вас знают эту раскраску, так как она весьма популярная. Я ее себе безумно давно хотела. Но за 2000 мне было реально жалко. А тут, в принципе, подумала, почему бы и нет. Эту раскраску я на 100% знала, что мне надо купить. Вот. То есть, если мне сказали, выбери одну, я бы, наверное, взяла эту. Конечно, да. Я не очень люблю раскрашивать цветы, но здесь они такие необычные. Я не очень люблю такой стиль, но, не знаю, эта раскраска, я в нее влюблена. Здесь, получается, как год идет, то есть страничка, на которой написан месяц. Это, по-моему, март. Да. Да, это март был. Написан месяц. И дальше все, что идет, это цветы, связанные с этим месяцем. Вот. Здесь закладочка есть. Я ее поставила на июль, но, я думаю, вряд ли в июле приступлю. Тут также не знаю, чем раскрашивать, потому что части очень-очень мелкие. Наверное, только капиллярными ручками, фломастерами. Даже не подойдет. Ну, вот, некоторые части фломастера можно, а все остальное капиллярными ручками. Ну, не знаю, мне как-то жалко. Может быть, карандашами, но не каждую деталь раскрашивать, а как-то буду переходы, может быть, учиться делать. Не знаю. Мне хочется, конечно, раскрашивать красиво с переходами, но это столько сил, столько нервов, столько времени. Поэтому пока что не решаюсь. Ну, вот такие красивые раскраски мне просто, ну, очень жалко раскрашивать фломастерами. Особенно за такие деньги. То есть, ну, не знаю. Ладно, было бы русское здание, там, за 300 рублей бы купила, не жалко. Но тут не хочется ничего портить. Ну, и последние две раскраски я купила в аэропорту. Ну, стоили они достаточно дорого, но это же аэропорт. Дети Фри, все дела. Начну вот с этой. Не переводила еще название, как-то забыла. Вот, это журнальчики, кстати. Покупала в киоске таком, ну, знаете, киоск самообслуживания, как бы. Ну, может быть, кто-то меня поймет. Восьминадцатый номер стоил три с половиной евро. Это где-то 220-230 рублей. Ну, такие вот еще раскраски всякие есть. Я очень хотела себе с мандалой, но в двух киосках их не было. И я такая, ну, ладно. Вот, сейчас покажу вам, что вообще здесь есть. Это по типу пикселя, здесь есть по точкам, но очевидные картинки, по цифрам. Есть, причем, квадратики, есть треугольнички. Есть вот такие вот разные фигуры, но тоже по цифрам. И у вас получается черно-белая картинка. Так же просто раскраски. Вот, то есть, по цифрам треугольнички. Вроде бы это все. Сейчас покажу ответы. Как это вообще все выглядит. То есть, это просто по цифрам. Это по цифрам черно-белая картинка. Ну, вот. По точкам. Вот это из треугольничков. Вот, ну, естественно, все на испанском. Картинок очень много. Стрениться очень много. Бумага, не знаю, платная, не платная, но... Ну, за 200 рублей, понятно, у нас бы в России никто бы не купил. Ну, хотя не знаю, арт-терапию уже покупали. Но, ладно. В общем, из Испании, как память, привезти, да. Но в России такое я бы вряд ли покупала. И следующий это пиксель-арт. Стоил 3,95, то есть где-то 280 рублей. Здесь в чем прикол. Я думаю, многие из вас, кто любит раскрашивать, любит рисовать по клеточкам. И здесь, получается, на одной стороне пример, а на второй вы должны по клеточкам также нарисовать. И на самом деле это гораздо удобнее, чем срисовывать с телефона. Тем более это все как бы в раскраске. Не знаю, мне кажется, прикольная такая идея. Возможно, такие журналы я бы и покупала. Не знаю. Но жалко, что у нас в России их нет. Продавались бы там рублей по 100, я, может быть, и брала бы. Потому что по клеточкам рисовать я люблю. Но просто рисовать по клеточкам, как бы, если можно раскрашивать, то как-то жалко. А тут полноценная раскраска и, не знаю, мне понравилась такая идея. Нигде я не видела. Может быть, вы, конечно, видели. Не знаю. Но я не встречала. И вот когда увидела, мне сразу захотелось. Вообще, я так поняла, это возраст. 8-12 лет. Но ничего страшного. У меня 15, нормально. Пойдет. Вот это пиксель арт. И вот это от Oda Color. Ну, если вы учите испанский, простите меня, пожалуйста. Я вообще тут не шарю, как бы. Но, тем не менее, ладно. Вот такие вот два журнальчика. Мне кажется, в этом видео я заговаривалась, запиналась и повторяла слова еще больше, чем обычно. Но, прошу меня простить, за 10 дней отдыха я вообще разучилась разговаривать и снимать видео. Обязательно ждите видео о покупке канцелярии из Испании. Ну, а это было все. С вами была Виолетта. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.